Итак, всем привет, с вами Ютуб Гай, и мы продолжаем играть за нашу мафию в Италии. А если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь. И помните, что семья — это главное, а видео не проспенсировано домиком Торрента. Поехали! В прошлой серии мы добили Канаду, и в принципе добили всю Антанту, осталось только Португалия. Мы будем, в принципе, сейчас в Португалии заниматься, я свои дивизии, думаю, переброшу обратно вот сюда. Всюду уже буду планировать какие-то высадки. Так, это одно. Второе, нам нужно подумать, как мы хотим поучаствовать вот в этой войне. И, наверное, я бы просто помог Интернационалу, потому что мы такой внегласный член этого Интернационала. До этого мы были гласным, теперь стали негласным. И да, они нам помогали, мы там чем-то что-то помогаем. Мы, в принципе, тоже заботимся о рабочих, как будто о своей семье. Ну, ладно, я думаю, мы сейчас добьем Португалию, возьмем себе Богемию и будем нападать на Рейхспакт, скорее всего. Поехали! Кстати, только сейчас нам дали замерить Французскую Республику отдельно, прям совсем. Ну, допустим. А, итальянская, короче говоря, страна была восстановлена. Отлично. Есть какие-то кнопочки новые для этого? Все этих вещей... Нет, кнопочек нету, ну ладно. Теперь нужно будет решить, что мы делать будем со всем этим чудом. Я думаю, Канаду мы выделим, а вот это все чудо как колония ставим. И, наверное, Португалию мы еще выделим. А здесь, тем временем, была Россия. Тут правая, на самом деле... А, страна-то была левая, но Россия правая. Здесь Фантян, кстати говоря, еще чуть-чуть, по-моему, расширился. Остались еще вот эти страны. Левый Гомендань? А? По-моему, левый Гомендань должен быть справа? Да, это выглядит несколько странно, я вам скажу. Очень странно. Очень-очень странно. Дальше. Япония все так же воюет и с Антантой. А, нет, Антанты уже не воюют. Ха. С Рекс Пактом? Да, ну... Слушайте, Индия еще воюет, как будто Индия еще в Антанте. Но те на самом деле уже не в Антанте, поэтому, можно сказать, Антанты, да. Реально нету. Окей. Здесь по успехам. По успехам, ну, пока без изменений вообще. На Западном фронте без перемен, как говорится. Но я вижу в Дании, в Швеции, здесь какие-то действия происходят и так. А социалисты-революционеры объединяют Россию. Ну да, социал-демократы. Посмотрим, когда они войдут в войну. По ощущениям, ну, совсем не скоро. А еще у нас теперь вот такой гигантский просто флот. Триады просят помочь против Японии? Блин, ну... Что поделать? Наверное, да. Давайте. Теперь мы отправляемся в Азию. Только, конечно, сначала с Португалией. Разберемся, кстати говоря, нация ислама в японском альянсе и замерилась со всеми. Происходит какая-то шиза. Да, впрочем, я совершенно не удивлен. Я думаю, я не буду использовать весь этот флот, потому что его слишком тяжело здесь будет снабжать. Давайте отправим половинку вот эту вот сюда. И этим флотом уже будем оборонять Шанхай. Давайте посмотрим, есть ли у них вообще флот. Флота у них нету вообще. Окей, так что наш флот, я думаю, здесь пригодится. А вот мы начинаем готовить наши выстки. Все даже встретили японские подлодки. Жесть, какой огромный флот, конечно. Но мы без организации, на самом деле, нам бы ее вообще восполнить. Но мы, видите, очень далеко плывем, поэтому организация у нас сейчас очень низкая. Жанно сейчас не драться ни с кем, а доплыть. Поставь на приказ. Вот так. Так, да, все правильно. И пускай пока поремонтируется, остановит организацию и потом вернутся на приказ. А еще мы объявляем войну уже по гейме. У нас здесь авиация вся тренилась, готовилась к этому. Это все есть? Подождем немножко, чтобы эффективность авиации набралась. И начинаем атаку. Да, все отлично, шикарно. Авиация тоже шикарно. Ух, числа-то какие красивые. Да, все отлично там сработано. Теперь начнем с Японии заниматься. А то японцы не поняли, что триады находятся под нашим, так сказать, с четким надзором, под нашей опекой. И их трогать нельзя, потому что они семья. А мы начинаем выставку в Португалию. Когда едем до Португалии, все добьем и так, кстати. Вот бы остановить, это он нам все топливо просто съест. Как съедим в Португалию, эта армия, в принципе, отправится в Японию. А вот эта богемия была съедена. О, они тут пытаются высадиться, а мы не сможем их просто взять и перехватить. Почему эти корабли не на задании, хороший вопрос. Вообще, я подозреваю, что должны мы быть в состоянии так сделать. Да и в принципе, вроде как да. Вроде как наши соединники даже неплохо защищают свои порты. Я ими, несомненно, доволен. Да, вот, кстати говоря, я и перехватил конвои. Ну, там есть флот защитный, но в целом задача была выполнена. Давайте-ка сделаем. Наконец-таки пускай они, если что, помогают. Таким образом, скорее всего, скорее всего, высадок больше, в принципе, не будет, потому что море за нами. Вот так строишь флот за Японию, строишь, строишься сколько лет, потом приходит просто мафия из Италии. Напиздила себе кораблей, ну и делай, что хочешь. Где-то плачет целая маршрутка японцев, я думаю. Кстати говоря, в португале мы высадились успешно. Здесь давайте-ка идем сюда, сюда. Эти ребята здесь уже взяли. Нам надо, чтобы-то сюда ехали. В принципе, я даже думаю, они высадятся успешно. И Португалия должна капать, а где прогресс? Хороший вопрос. Вообще, девять есть? Есть, где-то есть. Ну, надеюсь, что вот здесь вот мы заберем, и они будут капать, потому что если нет, то это смешно. Нам надо же как-то капнуть. И та, здесь оказались дивизии, правда. Давайте тогда, что мы сделаем? Так, во-первых, уберем вот эти приказы, а во-вторых, это стол сюда поведем. Не думаю, что он успеет. Но, в принципе, у нас еще и здесь есть неплохие шансы. По той простой причине, что мы сейчас эти дивизии просто окружим. Так, падение Гонконга. А, это левые гаминания. Ух, да, все правильно. Да, здесь мы таким образом подкрепление блокируем сразу же. И, в принципе, давим жестко на Туза в Порту. Отлично, это мы взяли. Добиваем. Добейте выживших, как говорится. А мы давайте купим что-нибудь по нефти у кого-нибудь. И резину тоже. Ну и по ощущениям, мы тут японский флот постепенно тушим. Я бы даже знать, что у нас размещение не такое хорошее. Давайте вот это потом переставим, как будет возможность. Но, да. Япония задушена по ощущениям жестко. А, и вот я не заметил, а мы случайно взяли им три авианоска и просто уничтожили. Ну, где-то еще, я думаю, такие же битвы. Скорее всего. Так что, да, японский флот скоро пропадет просто. А, тут же еще и вот этот флот, получается, этой Остасии германские тоже воюют. Так что, да, японцам здесь вообще устраивают жесткое гачимуча. И они не мастер, а не как раз кислоев. Ну, я добиваю последнюю провинцию Португалии. Если от этой провинции они не капнут, то, ну, это просто смешно. У них буквально не осталось других провинций, да? То есть, вот этот островок. Ну, да. И вроде все. Вроде ни одной больше провинции. Ладно, может Макао еще. Нет, Макао японский. Все, ну, да. Если вы не капитулируете, то я не знаю, что я сделаю. Ничего, наверное. Есть там микрогарнизон, но наши войска доехали до берегов и его уничтожили. Капитуляция Португалии. А, да. 3%. Жестко. А что надо захватить? Ладно, я вижу еще есть. Блять, неужели это эти? Походу они. Походу они, ребята. Португальцы оказались слишком умны и решили эвакуироваться туда, где их просто не заметят. На острова. Но ничего, мы заметили. Заметили. Мы мафия, мы любим следить за такими мелкими вещами. Китай объявил войну шиндойской клики, а значит и нам? Китайская республика, вот это вот. Блин. Это не очень ловко получилось. Давайте попробуем эти две армии. Куда-нибудь сюда переправить. Не думаю, что успеем, но хотя бы вот сюда, конечно, успеть бы. А эти ребята, которые здесь ехали, блин, ну, не знаю. Надеюсь, успеем. Скорее всего, нет. Но мы будем очень пытаться. Войск здесь пока еще немного, у нас есть все шансы. Я уже собирался этими войсками, вы могли заметить сюда, что-то планировать, да? Там, так он и рейхспакт, начинал уже уставлять фронт и заказывать новые дивизии. Но нет, но нет. Не дают нам, в конце концов, поспать. Но ничего, мы здесь, я думаю... Блин, есть шансы, что даже успеем. Потому что едем мы, в принципе, через Суэц достаточно быстро. Если успеем, то будет круто. Я подумал, я знаю, кто точно успеет, кстати говоря. Вот эти ребята точно успеют. Только здесь нету авиабаз. Блин, это, конечно, нюанс, как говорится. Да, они-то успеют, но есть нюанс. Ладно. Едут все. А мы начинаем строить здесь авиабазы. Я полагаю, надо делать именно так. И авиация, да, успела. Она еще по-настоящему здесь, на самом деле, немало урона, я думаю. Лишь бы успеть активность набрать. А, нас не призвало в эту войну еще, наверное. Да, вот так. Теперь пошла авиация работать. По-жесткому очень, я думаю, нужно помогать. Но авиабазы пока еще не построены. Но мы работаем над этим. Блин, армия уже близко. Но, блин, в Шанхай, наверное, успеем. Если Шанхай в тебя будет, тогда нормально. Видите, под авиатой, слушайте, как все стало намного лучше. Надо было сразу так сделать. Но уже ладно. Ладно, потери, как бы, начали... Да, намного больше. Намного больше получаться у наших противников. Хорошо. Это прекрасно. То есть мы вот так вот заходим в бой. Смотрим. Блин, давайте вот оборонительный бой, да. Минус 30% атаки здесь. Плюс 25% атаки здесь. И еще вон урод наносится. Трогие боеспособности в очень жестких количествах. Это прекрасно. Далось доехать, доехать. Идет, идет. 500 тысяч идет примерно здесь. Наверное. Должно быть, да. Ну и параллельно мы там на Португалию нападаем, высаживаемся. И вот она, армия наша достигает берегов. Я подумал, что сейчас кто-то из наших капнул. Ну нет. Португалия капнула, острова мы взяли. Теперь время спасать наши группировки в Китае. И мы успешно прибыли на место. И сейчас, да, оборона пошла. Все. Вы больше не продвинетесь ни на метр здесь. А мы же наоборот, выбиваем у них здесь порт. Отлично. Там кто-то пытается к нам. Ух, там много дивизий пытаются к нам прийти. Мы еще их здесь топим. Очень успешно. Что с ебалом? Китайская республика, так называемая. Вы не на тот ряду напали? Не на тот клан? Тут крыша жесткая, издалия была. Это вы не досмотрели, конечно, все, да. Ну, уже поздно сожалеть. Менедета уже началась. И, кстати говоря, как я и говорил, в Португалию мы установим как марионетку, окей. Но от ее территории, колонии, это все входит в наш состав. Стабильность мы откачиваем. Единственное, поддержка войны не откачивается. Но потерпим. Итак, более-менее подготовка есть. Только, видите, некоторые получили потери под... О-о-о, пока-пока точнее ехали сюда. Да. Неприятно, неприятно. Ну, что сделать? Ну, перейти в атаку просто и нанести врагам еще больше потерь. Они узнают, что такое боль теперь. Потому что наша авиация такое не прощает. Урон шикарный. Потери тоже для нас шикарные. Хандуйскую клику мы тоже успешно спасаем. Кайзер Вильгельм. Для того, чтобы был вен, на Кайзер Вильгельм третий мертв. Второй был мертв и уже прокнуло. Но сейчас прокнул на третий мертв. Походу, это ошибка. И там типа прязанок имени монарха. Типа второй раз Вильгельм второй умер, видимо. Так как там уже Вильгельм третий, то умер он. К сожалению, я сразу нажал принять, потому что подумал, что все окей. Но потом мой мозг заметил, что там было три, а не два. Но ивент уже был упущен. И вот наши бравые мафиоси. Наши бравые солдаты. Тут просто эту Китайскую Республику. Теперь Шантунь будет Китайской Республикой под нашим крышеванием. Представляете, наша семья вышла на новый уровень. Она крышует уже не просто какие-то там магазинчики, города. Она крышует целый Китай. В том же время мы капнули Филиппины. И кто там еще остается? А, ну, там было Сиам, по-моему, или что? Да, который тоже капнул осталось лишь здесь Япония. Поэтому мы сейчас допушим здесь вторая японско-китайская. Мне кажется, уже это, уже давно идет. Допушим вот этих ребят, да, Фонтянь. Ну, Китай, по факту. Как он называется сейчас? И будем делать вот сюда выстку. Ну, вообще, я понял, что, я думаю, обескровлено. Там конвоев должно быть примерно 0, кстати, нет, хватает. Хотя и топится бесконечность. Армия маленькая почти нету. Флот тоже маленький почти нету. Удачи им сделать хоть что-то теперь. А еще мы ставим РССО в нашей дивизии, потому что уже нормальный их произвели. Этот небольшой дефицит в 500 мы, типа, ликвидируем, я думаю, без проблем. Чуть попозже. И здесь обучаем обязательно дивизии. Вот и произошло падение Китайской Республики. Я думаю, мы захватим все, а потом будем уже кто-то как-то распределять между нашими друзьями, наверное. Либо сделаем просто собственную марионетку, еще одну. Почему бы и нет. Вот на пекинское правительство получилось, потому что в Манчжуре, скорее всего, надо будет делать. Ставка к войне. Монгольские трупсы. Ну, ладно. Для чего мы тут сможем со всеми справиться. Вопросы, какие фокусы тут будут доступны? О, поддержка экспертного фермерства. Я знаю, этого мужчина. И... Да, это просто эти цинский фокусы. Ну, пускай что-то там делают. Как бы они наши марионетки, а пускай развиваются. Теперь у нас целый Китай под прикрытием. И надо бы готовить выстоку в Японию. И вот мы отправляемся на выстоку в Японию. И да, у нас все абсолютно получается. Падение Токио сразу же. Просто... Сразу не упасть на Токио, да? Какие там острова еще захватывать? Нет, ребята. Мы сразу-сразу на Токио. И сразу спешим захватить всю Японию. Кончить эту войну побыстрее. Еще в одном бою с монгол-тунг-ни-полник. Господи. Татализм. Монгольский тотализм. Что может быть страшнее? Истины Красных Анда. Конечно, да. Весь Китай созрагнулся, когда увидел, против кого им надо будет воевать. Но не наши мафиози. Мы отправляем нашу армию туда. А у пехинского правительства... Да, дивизии еще нет. Надо его немножко прикрыть будет. Вот, кстати говоря, Рейхспакт как будто побеждает. Смотрите, он пушит. Да, там в Бельгии. Здесь пушит. Это ненадолго. Они немножко удивятся, когда мафиози, уже бывавшие в Китае, придут и пройдут просто по Европе. Ну, такое бывает, бывает. Это все как бы история, это все знать надо. Было такое, да. А в Америке, судя по всему, побеждает Американский Союз, потому что, ну, посмотрите просто на эти цифры промышленности и на Manpower. Тут он еще есть, а тут уже все взрослые проходят службу и промышленности нет. Ну, да, и армия тоже, я думаю, там намного больше. Еще за война. А, я понял. Ну, да, с монголами все пускай войдут. Переходим наступление здесь и нас немножко затроллили здесь с вот этими ебучими, как я их ненавижу, проливами, вот этими переходами. Потому что там всегда ломается фронт, всегда. Я, а я по привычке просто забываю об этом. Типа нажал приказ, вроде противник суперслабый, поэтому все окей. А здесь вот фронт постоянно ломается, как меня это всегда бесит. Ну, ладно, мы, в принципе, справились. Противник действительно настолько слаб, что даже это ему не поможет. Потому что нету ничего сильнее семьи. И это видео точно не просмотровано домиком Ташкента. И пошла выставка в Корее, потому что в этом моде надо всегда Корею забирать, чтобы капнуть Японию. Потому что Корея тоже у нас с территории. Питаются вот. И... Да, мы... Смотрите, вот так. Ну и сейчас все я понял, нужно капнуть просто. Верно же? Нет, не верно. Короче, пержочек, ты ошибся, что ли? Давайте сюда, не знаю. Блин, походу еще Порт-Артур считается важным городом, что ли. Здесь очень душно Японию капать всегда. О, вот и Монголия капнула. Отлично. Сейчас мы ее тоже себе заберем. И вот оно. Мы капнули Японию. И тут еще и нация ислама, господи, тоже есть. Ну, нам в первую очередь, конечно же, интересно все в Азии. И нации ислама мы, наверное, ставим каким-нибудь там кому-нибудь еще, не знаю кому. Но кому-то не нам. Если хватит вардкора, то, конечно, нации ислама тоже мы возьмем под крышу. Джорджи в Америке перевели как Грузия. Ну да, Северная Грузия в Америке. И получится вот так. И это, конечно, неприятно. Я бы, наверное, какой-нибудь другой стейт им отдал за этот. И мы пытаемся сейчас помочь Интернационалу 30 дней до КБ. Но по факту нам надо больше на переброс вот этих дивизий в Европу. Смотрим, как получится. Но я бы хотел все-таки ликвидировать Германию. И по возможности спасти Интернационал. Ну а все это, я думаю, в следующей серии, ребята. С вами был Дублей. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Дайте комментарии, ребята. Дверьте скорость, все как обычно. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok